Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 26 ноября 2023 года, и я продолжаю наш цикл, который называется «С автором о жившей поэзии от А до Я». С помощью этого цикла мы будем создавать антологию о жившей поэзии, в которой отразим имена всех поэтов с авторов нашей замечательной о жившей поэзии. И сегодня вы познакомитесь с такими поэтами Ирина Будко, Алексей Баталов, Наталья Белинская, Игорь Белкин, Татьяна Булавина, Ольга Боровикова и Ольга Беда. И начнём мы с поэтессы Ирины Будко. Мы сначала прочитаем стихотворение, а потом покажем часть композиции на это стихотворение. Итак, Ирина Будко, стихотворение называется «Несовпадение совпало», читает Самуэл Фурмойч. Совпало всё и смеки слёзы, и стук сердец, отстрел золотых, медовый взгляд, бордовые розы, цвета дука, одуванчиков хмельных. Совпало до несовпадения, от ненависти до любви, червоной масти сновидения, крестов ужасной черты. Совпало так стихи и проза, не то чтобы роман, а взрыв, шипы, как острые заносы, на вылет бьющие под дых. И давайте послушаем немножко композицию, музыка исполнения Самуэла Фурмойча, композицию на это прекрасное стихотворение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и тексты читать, то есть технически бывают у меня ошибки. Итак, стихотворение. Секундочку. 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 Стихотворение называется «Романс». Автор Алексей Баталов. Голубая чаша небосвода разливает свежесть и эфир. Ни моя, ни твоя, ни ваша. Просто исцеляющий сапфир. Смотрит она звездными глазами, а между ними желтое дно солнца с золотистыми лучами над землей восходит, как пятно. И давайте послушаем композицию на это стихотворение Алексей Баталов. «Романс». Смотрит она «Романс» 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 «Солнце» «Золотистыми лучами» На земле восходит я, это мой, 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 мой. Смотрит она звездами глазами, а между ними желтное дно солнца с золотистыми лучами. На земле восходит я, это мой, 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 мой. Следующий наш соавтор Наталья Белинская. Давайте послушаем стихотворение Натальи Белинской. А затем послушаем композицию. На это стихотворение часть композиции Наталья Белинская. Стихотворение называется «Я умоляю, повтори». Читается мой Фрубович. «Я умоляю, повтори, Шальную страсть былых мгновений, Чтоб я пьянела до заре От жарких губ прикосновений, Чтоб в розах радуги цветной Дрожало счастье и наслаждение, И заполошенный шар земной Сошел с ума от вожделения. Прошу ночи только раз Сомкнуть глаза у звезды бездны, Чтоб вечный зов, коснувшись нас, Весь мир сжимая, сделал тесным. Чтоб в нас, горячей волной, Строилась нежность бесконечна, И стон сливался с тишиной, Где время замерло беспечно. Чтоб за гранью естества Душа взлетала непрочно, Скользя по свету божества, Связав тела земные прочно. Прошу начни и проглевай Все то, что жжет внутри истомы, Где поцелуй билет наш в рай, Давно желанный и незнакомый. Я умоляю, повтори, Шальную страсть будут мгновений, Чтоб я пьянела до зари От жарких губ прикосновений. И давайте послушаем немного композицию на эти замечательные стихи Натальи Белинской. И стон сливался с тишиной, Где время замерло беспечно. Жду за гранью естества Душа взлетала непрочно, Скользя по свету божества, Связав тела земные прочно. Прошу начни и проглевай Все то, что жжет внутри истомы, Где поцелуй билет наш в рай, Давно желанный и незнакомый. Где поцелуй билет наш в рай, Давно желанный и незнакомый. Я умоляю, повтори, Жаль не сраз, Был и мгновений, Чтоб я пьянела до зари От жарких губ, А жарких губ прикосновений. Следующий наш соавтор Игорь Белкин. Давайте послушаем стихотворение на стихи Игоря Белкина, А затем послушаем композицию на стихи Игоря Белкина. Сейчас я прочитаю стихотворение «А я в Россию домой хочу». Облака плывут в Россию за Псков, Сеют летние дожди по лугам, Не вернуться мне во веки веков К молодящимся вдали берегам. Светлым крестиком натужно звеня Пролетает на восток самолет. Не возьмет он пассажиром меня И родню мою на борт не возьмет, Потому что не осталось родни, Все ушли из жизни в царство Аид. И шепчу я сам себе «Зачеркни Старый перечень имен и обид». Зачеркну и просто так помолчу, На колени посадив правну чад, И витую восковую свечу запалю Для возмещения утрат. А пока плывут за Псков облака, Может быть, на мой любимый Урал, И грызет мужичье сердце тоска, Словно душу я свою потерял. И давайте теперь послушаем немного композицию На эти замечательные стихи Игоря Белкина, Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Не возьмет он пассажиров меня И родню мою на борт не возьмет, Потому что не осталось родни, Все ушли из жизни в царство Аид. И шепчу я сам себе «Зачеркни, старый перечень, ее люби!» И шепчу я сам себе «Зачеркни, старый перечень, ее люби!» Зачеркну и просто так поволчу. На колени посадим прав вруча и ведрую восковую свечу. Заболю для возвещения утра и ведру восковую свечу. Заболю для возвещения утра. Заболю для возвещения утра и ведрую восковую свечу. 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 Следующая поэтесса Татьяна Булавина. Наш автор Татьяна Булавина. И давайте послушаем стихотворение. Друзья, послушайте мою новую песню «Скоп на слова, найденные в интернете». Стихотворение Татьяны Булавиной. Сейчас я прочитаю, а затем мы послушаем часть композиции на стихи Татьяны Булавиной. «Весна шагнула на планету». Читает Самуэл Фурмович. Демисезонность разодета, Весна шагнула на планету. Из зимних стуж цветастость лета, Лишив тем самым сна поэтов. Ещё она в перчатках, в шапке, В ботинках с меховой опушкой. Но под пальто цветов и хапки, В карманах с солнца конопушки. Ещё зима морозит, злится, Пути дороги заметает. Весна ж улыбки дарит лицам, С которых тотчас грусть летает. А появляется надежда и вера, что любовь случится. Весной, как океан, безбрежно в окно капелью постучится. Демисезонность разодета, Весна шагнула на планету. Из зимних стуж цветастость лета, Лишив тем самым сна поэтов. И давайте послушаем немного композицию, Часть композиции на эти замечательные стихи. Ещё зима морозит, злится, Пути дороги заметает. Весна ж улыбки дарит лицам, С которых тотчас грусть летает. А появляется надежда и вера, Чтоб любовь случится. Весной, как океан, безбрежно В окно капелью постучится. А появляется надежда и вера, Что любовь случится. Весной, как океан, безбрежно В окно капелью постучится. Готовь. Спасибо за внимание. С вами был Самур Фромойч и Весняс скорбь Весна шагнула на планету. Слова хозяина плавины музыка исполнила Сорова Фромойча. Видеопись интернета. Следующий наш соавтор – Ольга Боровикова. Почитаем ее сикотворение «На улице зимушка вьюжная», а затем послушаем немного композицию на это сикотворение. «На улице зимушка вьюжная, с угробами тлой намела, улыбка твоя безоружная, безбережную даль завела. А если бы летом мы встретились, быть может, прошли, не взглянув, на шутку твою не ответила, помог нам мороз, словно друг. Ну что ты задумал, мой миленький, без слов нам понятно и так, любовь закружила вдруг сильная, идет чередом все на лад. В окошках огни ярко светится, морозит мороз веселей, к весне свадьба точно наметится, ты лаз для меня не жалей. Январская ночь обступила нас, алмазные звезды горят, признались любимы на этот раз, другого пути нет назад. Ну что ты задумал, мой миленький, без слов нам понятно и так, любовь закружила нас сильная, идет чередом все на лад. И давайте послушаем часть композиции на это замечательное стихотворение, музыка исполнения слова. Друг, а если бы в летом мы встретились, быть может, пришли, не взглянув, на шутку твою не ответила, помог нам мороз, словно друг. Ну что ты задумал, мой миленький, без слов нам понятно и так, любовь закружила нас сильная, идет чередом все на лад. Ну что ты задумал, мой миленький, без слов нам понятно и так, любовь закружила нас сильная, идет чередом все на лад. Ну что ты задумал, мой миленький, без слов нам понятно и так, любовь закружила нас сильная, идет чередом все на лад. Ну что ты задумал, мой миленький, без слов нам понятно и так, любовь закружила нас сильная, идет чередом все на лад. Ну что ты задумал, мой миленький, без слов нам понятно и так, любовь закружила нас сильная, идет чередом все на лад. И последняя на сегодня поэтесса Ольга Питана. И почитаем мы стихотворение поэты. Стихотворение называется «Явилось незваная осенью». Явилось незваная осенью, не радует взгляда багрец. Дождя, как спасение просит горящий терновый венец. И ты не противишься грусти. Печалью размыт горизонт. Дождили, страдания, грузы ли, насквозь промочили твой зонт. Оплакала лето, кукушка, детей не вернет доброта. Все дольше ты смотришь в окошко, застыла морщинка у рта. Сказался общение голод, и спишешь еще один лист. А где почтальон, белый голубь, не видно цвет грусти землист. Надежды-то твоей хрупких ворост подмочит раскаяние дождь. Не ходишь теперь хорохорясь, а просишь, о, Господи, дождь. Но льдом покрывается озеро, и сколько молитв не дал донь. Тебе не ходить больше козырем, и стынет пустая ладонь. И давайте послушаем немножко композицию на эти замечательные стихи. Стихи поэтессы Ольга Геда. Стихи поэтессы Ольга Геда. Стихи поэтессы Ольга Геда. Далеко не видно цвет грусти землист. Надежды-то твоей хрупких ворост подмочит раскаяние дождь. Стихи поэтессы Ольга Геда. Стихи поэтессы Ольга Геда. Стихи поэтессы Ольга Геда. Стихи поэтессы Ольга Геда. Ольга Геда. Стихи поэтессы Ольга Геда. Стихи поэтессы Ольга Геда. Стихи поэтессы Ольга Геда. Стихи поэтессы Ольга Геда. Это был концерт, составленный из произведений соавторов нашей замечательной ожившей поэзии. Спасибо вам за внимание. С вами был Самойл Формович. Всего вам доброго. До новых встреч.